Бабер Наш кораблик сел на плаченю Вода сникла Як гэта здарылся? Мы налилился до краю Мох то выпил А може вода просто выпарылся Гэта здарается при такой спякоте Ой, а эти, коли б мы были в пустыне Без верблюда мы не смогли б нанести воды Каб наполнить болею Правильно, хочете почуть оповед Про пустыню и верблюда Оповед называется Элиль и Мельхиор Гляньте, это молодый Элиль Гандлер приправами со своим верблюдом Гляньте, у его синие копыты У верблюда синие копыты Приправы Найлепшее на ущем уходе Мы добро попрацовали, Мельхиор Ходим походим по городе Ходим А кто там живет? Султанов сын Такий палац для одного? Яму было сумно и батька дал ему палац Там прыгожая сады, армия слух Один из заняток яких задавальнять его капрызы А теперь он счастливый На жаль не Он никогда не смеется Никому не дозволяется смеяться в его присутности А коли кто засмеется, отрапляя утемницу Это некий тыран Не, он сумленный человек Добрый, Мельхиор, идем отсюда Султанов сын Королевич Добрый, Мельхиор Саправда, он смешный и забавный Я купляю его Уладар, а ли он не продается? Мне все ровно Он примусь У меня не усмехнуться У першиню за шмат годов Я хочу его вось и усе Кольки ты хочешь Сабровство не мая цены, Уладар Золотом не заполнишь Ягон гамесца у моим сердце Одною, я стану ладаром этой земли Я хочу показать моему народу Что я буду справедливым Восьмая пропанова Будучи не верблюда Залежить от того, что он сам вырошит Приведи его завтра в палац Окажите этому верблюду наилепший прием Усё будет сделано, Ваша великость Ты бачишь, гэта эскрыни? Яны полное золото И я дам их тебе за Мельхиора Одною, гэта золото скончится, Уладар Сабровство Мельхиора заусюду Что ты будешь закрывать мое сердце? Мне не потребно ваше золото А ты подумай про верблюда, селянин Тут у него будет лучшее життё Подумай, Дянёк Входим, Мельхиора Той, кто приведет королевичу Этого верблюда озолотится Сабровство – это некая прагожая речка Или оно лепше, чем золото И он клопотится про своего верблюда Больше, чем кто про меня Доброе ранец, Мельхиор Як спалася? Я сподяюсь, что ты сделал свой выбор Что? Почекай Значит, и вот, что ты выбрал Ты отдаешь перебагу королевскому життё А не моемуся брусту Ну, наперед Будь моим гостем Великий князь Супрыть моей воле я привёл вам Моего сябра, бы он зарабил свой выбор Бывай, ты можешь покинуть Своего каштованого верблюда Мне всё равно А? Ты чё у его высокость? Иди отсюда, хлопча Эй, мы свободные Мельхиор Лучшим справа Ты дюна выглядаешь, я не познаю тебя Он выбрал життё в палаце, а не блоканье по пустыне Захотел пить с фонтану, а не с оазису Это дюна Вчера я не зауважила, как бы он злывался Он расшарованный Высю всё Он выглядит иначе Может, я помыляюся? Глянь Это не Мельхиор Что? Мы идём в палац В палац? Там я доведуюсь, что случилось Ого, он никогда не пропустит тебя Пропустит? Я их подчасто с зёлками, Я их подчасто с злых Я так рад, что ты не Мельхиор Бедненький Вас было много высушило в этой пекучей солнце Не хотите пить? Так, охотно А теперь наш налевш Мельхиор Мельхиор, это я Не думаю, что я продал тебе Меня не подманишь Я веду, что той инши вярблюд Это не остальное Стой там, где стоишь Хомашина недоедок Бо голову стратишь Эх Великий визир, что отбывается? Ваша великость гандляр специя украл Мельхиора Не дурница Я отдал ему его Бо вы провели мне инши га верблюда с синими капытами И я отдал вам всё золото Памяты эти Королевич Вы не хотели бы поехать с нами на раку на вашем новом верблюде? Ах вот на Визир, подрыхтуй мой паланкин Ты подманул меня, Визир Гэтый верблюд нема и синих капытов Я владар Арештовать его Ты навучил меня, что сябровству нема цены Мы вернемся, Уладар, потому что наш на великше скарб тут — это сябры. А вот и я, верблюд Бенжи Хьор, принес вам свежие воды. Эй, Бенжи, нам вот Мельхьор, лев ж бы не зарабил. Если бы он так высыпал ухе специи, в воде был бы верхал. Так, если бы он был бы таким мокрым, я бы. Ваш кораблик больше не плавает, и сделаем не что-то. А что? Ты что пропонуешь? У меня нет для вас сюрприз. Это бунька. Сюрприз? Да, сюрприз! Не подобавится это слово. Вот, Йон, гляньте. Ну, вы хотели заняться гончарством. Вот ваш шанец. Треба засородиться, глядеть на глину. Это неотяжка. С початку поспробуй. Ты хочешь сказать, что дозволишь нам самим поспробовать? Вядома. Ну, кто первый? Я, я, я хочу поспробовать, это бобёр, калиласка. Смело. Памятай, что кола повинна у весь час крутиться, а руки треба трымать на глине. Вы будете да помогать. Возьмите га таковалок глины и добрызмясите его. А что ты избираешься робить, кто-то бобёр? Глядеть на нас? Вядома. А я шею хочу вам рассказать историю про вушня гончара. И она называется Измир. Земля больше не может прокормить нас усих. Завтра ты пойдешь у город на свой хлеб сыну. Субтитры сделал DimaTorzok Прыжь с дороги, хлопча. Прабатьте, я не зауважу вас. Не бойся, дитя. Мир-то бежужинец, ты тут новая. Я так. Мир вам так само. А як вы доведалися? Твои кроки здивили мене. Ты ходиш як слепы, твои кроки чуваць далёк. Ты с пустыни. Подыди. Ты пастух сыну. Учора у гэтыш час ты вышел з дому. Як? А отколи вы ведаете? Я чуваю пах зверона тебе, хлопча. Тканина твоего одень не толстая, але поношенная. У твоих волосах застался песок пустыни. Значит, учора было ветрано. Что шукаешь? Поесть. Ходи. Мене зовут Кадар, сын Банкалиша. Як тебе? Измир. Добрый день, Юсуф. Кажуть, тебе допомога потрэбна. Так, в ушни шукаю. Вот тебе смелый хлопец, який хотел бы освоить твое ромяство. Вельми добра. Поклади его на палец зиншими. Починай рыхтовать глину. Мало-памалу Измир засвоевал гончарное майстерство. Юсуф был майстром. На своем коле он оживлял глину, надаючи ее форму далекатными рухами пальцев. Измир спробовал полтора тего рухи. Он крутил коло, тиснувши на педаль. И под его пальцами вырастал збан. Ты можешь исти, на сень не хопить. Добра ночь. Ты працевал сегодня на коле. А як вы доведалися? Я бачу твою радость, и ты пахнешь мокрой глиной. Я пойду спать. Добра ночь. Кадар. Добра ночь, Измир. Нагрузи мулов, хлопчик, едем на рудник. Який рудник? Золотый рудник нашего халифа. Три годины дороги. Добрый день, Юсуф. Мир вам. И вам так само, Касим. Я привез вам горшки до миски. Дякую богу. Бог, это дурни там унизи все побили. Там темный город, шоу. Да-да, так тесно. Клянусь, бородой пророка, ты боронишь гэтую безнадейную зграю рыдлевщиков? Я не хочу спрашаться. Это каштует тридцать драхмал. Не, двадцать. Я заплашу наступным разом. Ты так казал минулым разом, Касим. Это же не было. Клянусь. Сумленный человек сплошвая дауги. Можешь взять моего осла, коли хочешь, на знак моей добросумленности. И он кульгава, а ля працавиты. Гэта мил быць добрый день, майстер. Чему ян так дренна скончился? Ты достаткова дорослык образумеец, что люди значно дорожейшая за любые скарбы. А ля маему майстру не заплатили? Не важно. Ему было прикро, что ты бачил, як сумленный человек вымушен и просить то, что ему належить. Вы долго говорили, а ли теперь вам лепш? Не забаве вы отшуняете. Ты так думаешь? Вы повинны, и глины готовы. Вы можете аж чашмаршему меня навучить. Наступным ранком измеру бачил, что его наставник помер у ночи. Майстер, майстер, ах, майстер, не, не покидай меня. После похования гончара его сын, макливый жаунер занялся вырошением справа своего батьки. Мне нужно вернуться в часть. Батька, это не продугледил, а я собираюсь продать краму. Тебе доведется вернуться до дома. Это тебе. Я споделюсь достаточно. Миски, збаны, воська или ласка, несколько срыбных монет. Можешь забрать осла, если хочешь. Аллах с тобой. Треба исти далее. Ночи у пустыни, холодные, треба знайсти притулок до наступления темры. Никакий камень засел в твоем копоте. Не, может быть, невероятно. Это ж золотые самородок. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. С таким самородком я смогу открыть свою гоншарню. Дякую Чискарбу и зарубленным грошам Измир и его семья жили заможно. Тата Бобюр, у меня не вышло. Это не твоя вина. Ты слуху оповед? Правда, Тата Бобюр? Так тяжко робить две справа одночасово, а вазу мы можем заробить у любой час. Ну, а вошто. Это довольно симпатичное. Выглядай, как великая пресс-папье. У тебя сопровождение правдит Альбаса. Ха-ха-ха-ха. Тата наш носит шмат таких историй о прозапас Под своим вялезным парасоном зновь берею нас И на хорит и под горой мы на пол ягосядим Для малых бобров и легшихся бров будь бобер а погоди и на хорит И на хорит и на хорит и на хорит широких ров